Всем привет! Вот уже вечер. Немножко ужинаем. Всех эндоруточек поднял наверх, чтобы их и не обижали, чтобы петухи не имели страсть их топтать. Ну и естественно, кормим опять на вечер овощами. Нарезали пепчатого лука, фруктов, яблоки, груши. Тут все то же самое. У гусей все то же самое. А тут еще добавили немножко йогурта. Вот такого со злаками тоже просрочка кисломолочная. Естественно, подкармливаем всеми возможными способами. Читал якобы, нельзя давать молоко, но при этом можно давать кисломолочные продукты. Можно давать сыворотку, можно еще что-то там, то есть разные продукты. Но молоко давать нежелательно, поэтому само молоко у нас едят собаки. Но собаки сегодня у нас ели не молоко. Собаки у нас сегодня ели около, наверное, по 3 литра у них было йогурта и по булке хлеба вперемешку это все. Молоко, наверное, у них будет на завтра. То есть единственное, кому мы не даем молоко, это кошкам, потому что у них от него несварение. А все остальные у нас едят молочку и все остальное. Сегодня пойду еще, думаю, что еще, наверное, что-то будет такое интересное. То есть экзотических фруктов сегодня вроде как нету. То есть это только у нас яблоки, помидоры, огурцы, капуста, лук. Капусты тоже немного. Вот. Они меня ждали уже. Прямо очень сильно ждали, то есть они стояли прямо вот здесь около входа. Стояли, ждали, особенно когда услышали, что дверь открывается первая. Сразу прибежали. Вот. Естественно, они хватают, раскидывают потихоньку. Везде, то есть там, 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 везде все лежит. Ну и в течение дня утром они начинают есть. Ты зачем ее обижаешь? Вот. Вечером так же не выедают. Ну и главный петух тоже выгоняет. За ним периодически наблюдаю такие моменты. То есть очень удивительно. Он обычно должен делать наоборот. То есть он порядок должен уводить. Вот. Как мне вообще говорили, то что петух якобы должен... Ну, видел моменты, когда петух сначала ждет, когда поедят все курицы. Тоже мне рассказывали даже такие моменты. Сначала едят курицы взрослые, потом молодняк, у кого-то наоборот. Сначала петух дает возможность молодняку поесть, потом едят все остальные курицы и только в конце подходит главный петух. То есть у каждого петуха свои особенности. Вот. Вот этот товарищ у нас... Посмотрим, как себя поведет в период инкубации. Может быть даже он и останется. Ну, на данный момент у нас рабочих петухов у нас получается всего два, наверное. Второй рабочий, но он работает только по индууткам пока. По крайней мере по курицам не видел. Главный петух тоже работает по курицам. Но он всегда работал. Вот. Дальше посмотрим, что будет, как будет. Вот как-то так. Потихоньку едят. Тут тоже потихоньку едят. Вот. Никого, естественно, не обижаем. Всем одинаково складывают, чтобы все были сытые. Ну, у нас тут еще есть один момент. Все, что падает сверху вниз, подъедают куриц. То есть у курицы едят немножко побольше остается. Вот видите, тут тоже уже почти подъели. Опять же повторюсь, что лук даем в качестве антибиотика. То есть я ничем не прокалываю. Никогда, ни разу не прокалывал. Опыта у меня даже такого нету. Вот. Единственный антибиотик – это лук. Естественно. Надеюсь, что ей не придется что-то еще другое давать, чтобы не простыли. Вот так вот они едят яблоки. Вот. Главный петух пытается забрать яблоко. А молодая утка пытается его съесть. Кусочек, видимо, большой. Самое интересное, что йогурт я им тоже насыпал. Поэтому они не едят, как мы раньше любили в детстве, фруктовый салат. Только у них фруктово-овощной салат. Потихоньку, потихоньку. Сейчас им добавим снега. Но они пьют побольше. У них он заканчивается. По крайней мере, на сестре еще толком никто даже не сел. То есть наевшихся прямо в душе нету. Да нет, вот одна самая такая. Она, по-моему, у нас вообще самая мощная курица. Самая широкая, самая пышная. Другие леса. Я в этом порогу скажу, если не могу. Помесь. Ну, выбирает еще кто-то. Яблоки есть кто-то. Помидоры есть. Лук не особо как бы хотят. Ну, посмотрим. Если лук не будет съеден, то в следующий раз я просто буду умельчить еще больше. Для того, чтобы он все-таки попадал в организм. Причем в хорошем количестве его попадал. То есть вреда он и не нанесет. А польза будет однозначно. Ну, как-то так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok